итак так как сама люблю смотреть подобные видео хочу вам показать свой заказ с фиберлик почему решила заказать потому что очень много хороших отзывов было на эти товары вот сейчас вам покажу что заказала заказала средства для мытья окон как никогда актуально так как мы сегодня будем с вами мыть окна приводить все в порядок вот так вот выглядит средство слышала только хорошие о нем отзывы от знакомых близких поэтому будем пробовать и так дальше мне положили хотелось бы сказать бесплатный но нет каталог фиберлик 20 рублей дальше что-то у меня тут выпало подарок положили батончик написано натуральные ингредиенты посмотрим сказала вот такие вот две салфетки для чистки стекол окон как раз таки тоже актуально очень хорошо очищает зеркала сама такой пользовалась у своей свекрови сначала она очень хвалила но когда попробовала я поняла что в принципе ее очень положительный отзыв не зря очень качественная хорошая тряпочка поэтому взяла в двух в двух экземплярах чтобы была на всякий случай так дальше ничего себе фиберлик в подарок мне положили набор миниатюр так попозже открою покажу вам дальше заказала тоже в двух экземплярах но теперь уже по отзывам сайта выберлик вот такие вот две салфетки универсальные из микрофибры по отзывам написано что не оставляет никаких ворсинок хорошо вытирает пыли и вообще приход прекрасный подход для любых поверхностей были с вами испытывать и я думаю я вам свода дам совсем скоро так достаю вторую такую же абсолютно салфетку также я заказала себе средства для чистки духовок и плит потому что я хочу отмыть свою микроволновку там же и духовку вот меня было средство решила попробовать но она еще у меня идет и вот здесь поэтому и практически полноразмерный формат меня так и последнее что я взяла это гель интимная гигиена я думаю не стоит здесь много останавливаться тоже попробовать почему нет такая такой вот маленький формат как и обещала распаковала вот этот вот подарочный пакет от выберлик здесь находится косметика для ухода за домом и так здесь средства для чистки духовок и плит вот так вот она выглядит миниатюра также концентрированный гель для мытья посуды также концентрированный стиральный порошок так белые цветные ткани формула против пятен не вызывает аллергии что очень актуально в данный момент так как я сейчас как раз таки активно страдаю от аллергии посмотрим как этот порошок на запах если есть у меня аллергики то если будет интересно пишите в комментарии я вам отвечу думаю воспользуюсь при следующей стирке дорогие друзья всем еще раз большой привет хочу вам показать новиночки которые я приобрела в икеа также фикс прайсе и так для организации опять же вот этого ящика если вы не видели это видео то переходите по ссылке обязательно смотрите для организации ящика я купила 4 контейнера вот такие вот контейнеры на 1 и 3 литра 365 плюс выполнены они из пластика очень удобно и пользуюсь вот здесь принципе их семь штук мне очень нравится на так как у меня там теперь кавардак я решила все-таки доделать начатое и сделать так скажем все по-человечески взяла также еще 10 полотенец беленьких так как у меня есть для кухни я взяла для лица также взяла три подставки вот такие вот под горячие на кухню три маленьких контейнеры для сыпучих продукта тоже пластмассовый очень удобно и хранить что-то маленькое объем 300 грамм у них вот и взяла вот таких вот два канты контейнера варьера больших по совету одной подписчице спасибо большое что подсказали вот взяла будем сегодня с вами все организовывать а сейчас давайте вместе отправим все что поместится в посудомойку нет еще после готовки после обеда осталось посуда сейчас быстро все с вами загрузим и займемся пока мы тем непосредственно самой кухне пока у нас будет все это отмываться и немного о том что есть сейчас фикс прайсе взяла вот такие вот пасхальные украшения очень красивые получается здесь желтые и оранжевые яички и цветочки . здесь розовые и голубые такие вот композиции пока не знаю как конкретно буду идти их использовать но взяла потому что планирую делать красивый пасхальный стол и также взяла для пасхи вот такие вот формы для куличей каждый по 8 штук вот тоже фикс прайс и немножко об экологии поговорим взяла в такие хлопковые диски для лица многоразовые здесь в комплекте 7 штук продавались они в таком вот мешочки хочу попробовать не знаю как по качеству пока у меня на горах пока у меня одноразовые и закончились я не стала скрывать как только воспользуюсь обязательно оставлю свой отзыв если конечно вам интересно так что кто также заботится об экологии ну или хотя бы начинает задумываться об этом советую присмотреться и купить себе такие вот новиночки в экспрессе потому что очень выгодно смотрела на фа фреша стоит многоразовые диски где-то по моему 300 рублей а здесь 77 в качестве пробы я думаю самое оно тем более если понравится можно взять побольше чтобы было на запас и так продолжаем уже на следующий день мои контейнеры прекрасно отмылись помылись уже высохли я сегодня буду протирать все фасады кухни где-то даже залезу в ящички по протираю пыль вот внизу тоже все пройду и главная задача у меня отмыть плитку я мыла ее когда мы только въехали сейчас я вам постараюсь показать вот так вот видно вот здесь вот такая вот толщина какой-то то ли налет то ли какая-то вот штука налипшая еще с ремонта осталось и она сплошь от начала и примерно ой даже не примерно она до конца вот еще вот такие вот моменты есть на плитке тоже после ремонта все никак не доходили руки вот здесь вот есть моменты в общем не буду я вам углубляться в общем нужно помыть фартук особенно у плиты помыть чайник потому что готовишь на плите все летит не всегда убираю вот поэтому его нужно снаружи помыть внутри в принципе он чистый вот так что давайте приступать сегодня мне понадобится салфетка из микрофибры которые я вам показывал уже вот сейчас я распакую зубную щетку взяла старую буду использовать в доступных местах также будет у меня средство для мытья посуды и обычная пищевая сода вот так что приступим итак что по плану сделать внутри внутри даже честно говоря стыдно показывать после видео того где я организовал этот шкафчик что здесь случилось но для начала хочу соковыжималку убрать отсюда потому что я готовлю и все летит на нее в любом случае она внешне портится поэтому хочу ее убрать и доставать непосредственно когда делаем соки хочу убрать ее сюда но здесь все забито заполнено поэтому отсюда хочу убрать специальную такую кастрюльку для мытья зелени убрать наверное туда в тот шкафчик потому что в принципе не часто пользуюсь технику отсюда доставать удобно потому что не высоко а все остальное останется также вот но здесь в принципе мы все сами видите организовать организовала появились новые продукты класть их некуда в итоге получается что у меня тут просто какой-то кошмар на нижней полке просто хаос я не знаю чтобы я не делала тут постоянно срач извиняюсь но все забивается заполняется ничего невозможно найти чтобы что-то достать нужно залезать на стул вынимать все весь передний ряд залезать назад потом обнаруживать что у тебя есть какие-то продукты в общем сегодня будем снова переорганизовывать эту полку этот ящик потому что невозможно так пользоваться им неудобно буду искать наилучшее положение лучший выход по использованию этого шкафчика возможно ты не последняя переорганизация я уверена даже что он не последняя но попытка не пытка будем с вами работать ну что для этого ящика мне понадобится опять же вот эти контейнеры я им я их уже вам сто раз показывала сначала уберу сейчас соковыжималку сюда здесь все переставлю протру этот ящичек оставлю его уже в покое закрою потому что в нем в принципе всегда порядок он меня не смущает а с этим ящиком будем разбираться я думаю лично и по времени я конкретно а вы посмотрите и думаю очень быстро пожелайте мне удачи и я приступаю и чтобы не быть голословной вот что в принципе произошло соковыжималка буквально и не знаю недели за две не использование ее то есть везде уже какой-то жирный в принципе налет хотя я ничего не жарю особо мясного жирного ничего не жаре ну вот как видите есть налет прежде чем убрать пищу и помыть придется вот она вся вся в какую какую-то пятнышку общем буду все отмывать выбирать ее потому что очень жалко пачкается и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь в контейнере у меня получилась макарженая, макароны, листы для лазаньи, еще макароны, точнее спагетти из твердой пшеницы, рисовая лапша. Тут соль, там кенуа, здесь запасы геркулеса и пшеничная крупа. Это очень редко достается, а все, что необходимо, можно достать вот прям, я думаю, так, и сверху, потому что такая достаточно тяжелая корзина получилась. Здесь получаются всякие перекусы, закуски, всякие хлебцы разных видов, запасы мюсли, орешки, добавки всякие в каше, семена льна тоже в каше и какао. Вот, сейчас уберу и подумаю, как быть с остальным, все, что осталось, чтобы более-менее приятно все это выглядело. Еще у меня получилась одна коробочка такая, которая из фамилии, как раз-таки, сейчас покажу, что я тут сделала. Здесь у меня консервы, получается, маслины, красная фасоль в томатном соусе и кукурузы сладкие. Здесь молотый кофе, дробленый кофе, я его не пью, Паша тоже не пьет, но, надеюсь, скоро охота моя к кофе вернется, и я буду его пить. Так что вот эти вот три корзинки сейчас уберем наверх с вами. Еще два ящика с хаосом, точнее, это один ящик с хаосом, здесь более-менее все нормально. Итак, что здесь не так? Отсюда, в принципе, я уже перед тем, как вам показать, много что убрала. Здесь был чайник для соковыжималки, в кастрюле лежали крупы. Когда я пользовалась кастрюлей, эти крупы просто валялись тут в ящике. Здесь лежали всякие сладости, но так как всему этому я нашла уже место, я убрала. И стало более-менее, в принципе, все нормально, но хочу немножко все, опять же, по-другому сделать, потому что пользоваться, опять же, неудобно. Внизу у меня блинные сковородки уберу к обычным сковородкам, кастрюлю уберу в эту форму, чтобы было как-то логично и более компактно. Если, конечно, ящик позволит закрыться после этого. Достану другую обувную коробку, уберу все, что касается выпечки в одну коробку в более нормальном виде, потому что в эту коробку уже у меня ничего не умещается. Я уже сую рядом, что-то лежит у меня вообще в непосредственно самой форме для выпечки. Тут же полотенце, фарту кухонный, хочу все как-то в человеческий вид, в общем, привести. Сейчас будем с вами вместе это делать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слушайте, я не знаю, где был мой мозг, когда я изначально организовывала ящик, но сейчас в нем лежит, в принципе, много всего и очень удобно. Все задвигается без проблем. Тут у меня формы для выпечки, у меня и кастрюля, тут получается контейнер тоже для выпечки. Здесь у меня будет полотенце и кухонный фартук, а здесь все формы, которые у меня есть и какие-то ингредиенты, которые необходимы для запекания. Здесь все сковородки, здесь одна сковородка волк, одна обычная сковородка, две блинные сковородки, одна маленькая для порциональной для яичницы. И здесь три кастрюли умещаются, четвертая здесь лежит. Я очень довольна результатом и прям даже не знаю, я всегда с ужасом боялась заглядывать в этот ящик, мне никогда он не нравился, а теперь я прям вообще в восторге и очень довольна. Но сейчас я покажу вам еще один ящик, в котором в принципе тоже нужно поработать. Вот он, здесь у меня лежат, ну вы в принципе все видите, да? Мне очень удобен этот ящик, но так как освободилось место здесь, я думаю, что часть переедет вниз, потому что намного удобнее будет доставать лист и решетку, когда я использую духовку. Вот, сейчас попробую как-то все опять скомпоновать удобненько, надеюсь у меня получится. А внизу вот у этой выкатной системы тоже какой-то полный бардак. Так, у меня там лежит книжка с рецептами, я ее хочу убрать тоже сюда, так как было бы логично, удобно и комфортно. Здесь у меня полный хаос, сейчас постараюсь тоже более-менее все привести в порядок. Здесь у меня и термос лежит. Пластиковая бутылка, когда мы ездим куда-то, берем с собой свою домашнюю воду из фильтра. Так, пульсматы, еще одна книжка, заготовки. И вот тут полная красота, лепота. Вообще не понимаю, как это здесь образуется, потому что сюда вообще никто не лазит. Ладно, пылесосим, вытираем, убираем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok